всем привет вот решил сделать обзор на вещи которые необходимы при длительных забегах на большие дистанции маленькая предыстория буквально с этой весны я перешел уже на забеги которые больше 20 километров 30 40 вот узнал что есть такие вещи как ультра марафоны тоже очень интересная тема вот и как бы принципе стремлюсь кота попробовать себя тоже в этом всем деле чем это все говорю что когда я начал бегать больше 20 я понял что надо необходимо иметь какой-то минимум снаряжение экипировки которая просто необходимо такие длительные забега одно дело когда вы бегаете на стадионе на каждом кругу вы можете взять там водички попить или там не знаю промокнуть там какую-то тряпку взять там промокнуть свой пот вот ну в любом случае то есть вас все необходимо лежит рюкзаке стране на каждом кругу туда подбегать и там то что она то вы там берете другое дело когда вы берете бежите просто по трассе по неподготовленной трассе то есть там в лесу или там асфальтовой дороге с точки а в точку б и этот забег больше там 10 километров в любом случае как бы все что он будет необходимо надо брать с собой вот я когда начал бегать такие сбеги больше 20 километров принципе уже как бы своим опытом составил себе маленький перечень необходимых вещей вот так как посмотрел кучу там разных видео на ютубе для бегунов там то есть рассказывается про техники бега про правильное питание подготовки тренировки там разминки и как подобрать обувь шнуровку там все это вот полностью как бы там обзоры разных соревнований марафонов но почти вообще там в 1 и тут чисто случайно натолкнулся на то что он рассказывает о гидраторах рассказывает что они необходимы в принципе если вы побежите там больше 30 километров я уже не говорю там ультрамарафонцев которые бегают за 50 в общем исходя из этого всего решил сделать обзор на вещи которые лично я вот беру с собой там когда выхожу там на бег на тридцатку там допустим для нас 40 то что я беру с собой всегда ну самое главное то что вам даже не на длительной дистанции даже на короткие дистанции без чего вы не сможете их пробежать это конечно же обувь вот есть очень много в принципе обзора там рекомендации все остальное я расскажу о своей модели которую я вот уже около двух лет юзаю вот это никакая там профессиональная супер профессиональная обувь это демиксы обычные купленные спортмастере на то время 420 гривен они стоили вообще то есть это очень дешево в принципе они легкие удобные и в чем их самое главное как бы вот так вот уже они стерлись но я вам скажу что в чем их самое главное преимущество я в них отбегал так суммарно ну где-то около тысячи километров уже точно вот намотал это без преувеличения то есть я бегал там по 10 по 15 сейчас с весны пришел на 20 30 один раз 40 пробежал уже вот и принципе все время они были на мне все время я их использую только их то есть мне нету сменной там обуви то есть только их использовал как видите сохранились они просто отлично вот то есть очень выносливая реально за свою цену это просто обувь которая незаменима конечно тут нету никаких там супер систем никаких там ну то есть это не дорогая обувь это обычный но если вы бегаете там не длинная дистанция если вы новичок вот я вам советую единственно здесь проблема то стельки они вообще как бы чуть-чуть неудачно здесь сделан это та единственная проблема такая серьезная вот но стельки как бы можно купить другие поставьте вам там удобно все остальное обувь очень хорошее для меня на то время это было самых два главных качества это удобность и надежность как бы то есть чтобы это было недорого тоже очень важно потому что бегать в любом случае если ты ну как бы если вы бегаете там 10 там 20 километров даже 10 километров даже 5 это как бы убивает кроссовки в любом случае не каждый человек себе может позволить дорогие кроссовки вот это именно эта модель которая в себе сочетает недорого и все надежно все удобно то есть дешево и сердито скажем так вот буквально вчера обзавелся новыми кроссовками для бега купила сексы не тоже недорогие бюджетные как бы но уже более продвинутые более специализированные в принципе позанимаясь месяц в них побегаю сделаю обязательно них обзор расскажу свои впечатления пока что ничего особенного не сказать не смогу кроме того что написано на них там в интернете но это неинтересно хочется протестировать самому лично ладно что вам еще понадобится это рюкзак конечно же рюкзак куда вы будете ложить все свои вещи ну у меня рюкзак это так просто положил показывают а тактический там брюкзак это более для других задач вообще применяется я просто человек не богатый принципе к этому всему прихожу тоже как бы там постепенно вот потому рюкзак пока еще и старый собираюсь покупать и вам рекомендую купить специализированный рюкзак для забегов или там велорюкзак они такие как бы делаются эргономичные удобные маленькие нигде не натирают нигде не мешают одевайте вес распределяется по спине и все нормально рюкзак вам в любом случае надо будет потому что во первых вам надо куда-то ложить воду допустим я вот сколько побегал уже как бы я пришел к тому что мне удобнее всего будет бегать с медузой гидратор вот такой вот гидратор вот взял себе самый обычный на два с половиной литра некий здесь наворотов нету в рюкзаке вот есть отдел под гидратор сюда его вложу кстати количество жидкости на забина длинные забеги это очень немаловажный фактор потому что если вы будете брать максимум вам будет тяжело она может вам все не пригодится в принципе как бы и это в принципе просто вы лишние силы будет терять на то что нести в лишние нужные килограммы если возьмете мало вас в нужный момент закончится вода и вы просто напросто не сможете добежать или добежите намного больше потеряете как бы физических своих сил потому методом проб и ошибок я лично для себя понял что моментом на 30 километров надо где-то около ну смотря какая погода но если обычная там погода то полтора литра где-то вот на 40 где таким литра там 2 ну опять же таки это все индивидуально потому подбирайте под себя количество жидкости индивидуально главное не забывайте что этот вопрос очень важный и нему надо отнестись серьезно ну в общем еще раз покажу гидратор здесь значит вода заливается сюда тут разметка есть видно сколько вы заливаете здесь вот через шланг выводится через рюкзак и подается вот такой вот сосок зубами зажимаете сейчас он был открыт и вот сейчас это на закрытом положении приоткрывается здесь зажимаете зубами пьете жидкости очень важный данный момент еще плюс что много он вам не подаст потому как раз нормально одну не перебираете чтобы потом желудок у вас не был переполнен мы как бы можете нормально регулировать подачу воды тоже очень важный момент конечно же рюкзак нужно не только для гидратора туда же вы можете положить и бананы там какие-то гели смотря кто что применяет я с собой беру там 12 банана вот потому что дистанциях подживиться в любом случае надо ну можно как бы и без еды какой-то бежать но это просто можно организм раньше времени износить зачем надо поддерживать физические силы на должном уровне рекомендую всем это не обязательно вечная рекомендую просто взять с собой маленькую портативную аптечку с надбить ее самым там необходимым то есть самое главное на шатырь наших делах вот плюс там какой-то бинтик ватку там я не знаю пласты какие-то для ноги там может быть там такие вещи но рекомендую всем это важит максимум 200 грамм но как говорится лучше такая вещь время будет лежать и никогда не понадобится чем она понадобится она у вас не будет лежать вот так вот на таких забегах очень важно ну я думаю что почти все люди которые бегают слушают музыку то есть в любом любом виде спорта музыка занимает большое значение она как мотивирует придает энергии нормально подобранный там под себя плейлист дает вам больше чуть сил то есть очень нужная штука при забегах я вот слушаю музыку таким вот и подам ipod nano 6 он сделан в виде часов ну это плеер вот здесь есть функция такая как сейчас покажу что это фокус не хочет наводиться ну так принципе видно приблизительно сейчас мы фокус найдем секундочку вот фитнес и там есть сейчас нажму и здесь ходьба и бег я вот бегал там сколько я вот бегаю там уже наверно года три а то и четыре с этим ipod дистанции были поначалу не такие большие там по 10 километров пробегал там по 15 вот но в чем самый прикол что я пробегал ориентируясь вот на этот шагомер на этот как бы измеритель там расстояние именно этих часах на этом плеере вернее вот а он оказывается врет это выяснил буквально недавно когда участвовал там полу марафоне там на соревнованиях я как обычно начал бежать по ориентируясь тупо по своему ipod у смотрю нормальный темп вот нормальный там ты как бы скоростью меня все нормально там выставился себе под потом смотрю как бы по времени километр аж там все отлично и потом когда уже почти подхожу 15 я понимаю что мне еще маслать и маслать он уже показывает там 16 17 что в принципе уже как бы скоро должно все закончится ну и как бы я понял что меня обманывал все это время ну на 21 он показал 23 чем-то километр то есть на два километра он не наврал не это показывает постоянно получается вот так вот это просто недавно только понял то есть я всегда не добивал там тех 10 или тех 15 я думал что пробежал 10 а на самом деле пробежал там допустим 9 вот а время что же ориентируешься как бы десятку там смотришь в принципе нормальное время ну так вот как бы сейчас я применяю только как музыку там его можно калибровать все остальное но в принципе не знаю я более сейчас пользуюсь вот почему то тоже сюда положил как бы необходимые вещи обычный телефон на андроиде есть очень интересная вещь приложение до монда называется и очень хорошее приложение на для бегунов тоже долго искал какое приложение использовать потому что показывается не тоже очень почти все врут на дистанциях эти именно точно я провел на карте сверился с ними принципе дистанция точно показывает темп все нормально я доволен как бы в принципе рекомендую вам предложение если вы бегать не на подготовленных трассах а просто бежите по дороге вы не знаете сколько вы пробежали берете с собой телефон устанавливаете дом он туда и принципе такого вопроса вас не возникнет чтобы потом просто смотреть на свои результаты там сравнивать с прошлыми забегами очень хорошая штука рекомендую всем плюс если у вас ipod или там другой который вы будете применять там не вовремя садут батарейки вы сможете здесь тоже подключить наушники и слушать дальше музыку вот раз речь пошла уже наушниках я вам рекомендую тоже бюджетные недорогие есть там модели какие хочешь есть за тысячу гривен за 5000 есть гривен беговые не знаю кто такие вещи покупает зачем ну как бы я там хотя я раньше занимался сам музыка я сильно отличие там в качестве звука не услышал потому рекомендую всем обычный philips бюджетные наушники вот так вот выглядят специальные не знаю почему то не хочет наводиться сейчас секундочку вот навелся фокус специально вот эти вот вставки как бы брушу или как-то так они называются то есть удобно ложатся в ухе нигде не не труд не давят как бы нормально слышно как бы музыку параллельно слышно нормально внешнюю среду то есть машина вас там сзади не задавит какая-то все услышите вот плюс они как бы там влагозащищенные от пота от дождя там нормально от это вот защита и она трех размеров подберете себя по любом вот звук хороший у них провод у них кевларовый то есть не порвется если там неудачно как-то там защимится где-то вот есть фиксатора такой вот провод можно там пристегнуть к там рубашки или к рукаву вот наводится фокус хоть ты тресни вот такой вот фиксатор хорошие удобные наушники в трех словах в общем рекомендую всем если вы как бы не знаете какие наушники для бега выбрать берите смело philips и я думаю вы будете не разочарованы вот но это в принципе все такой вот чехольчик там вешай его сверху там на этот самый на рюкзак чтобы удобно всегда можно было во время достать там телефон что еще не сказал на телефоне стоит еще gps карты очень тоже помогает когда бежите по новому маршруту можно посмотреть всегда скорее скорректировать свой бег вот никогда не потеряетесь то есть такой вот чехольчик дает возможность быстрого доступа к телефону ну и звонок важен не потеряйте если не пропустить вас важная работа как бы что надо быть постоянно на связи у вас телефон все время будет под рукой они где-то там в рюкзаке или там если вы положите в карман шорт допустим или штановым будет болтаться будет неудобно так вот чехольчик довольно таки удобная штука вот что еще хотел сказать в принципе это все вот на данный момент времени к чему я пришел это вот то что я рекомендую вам собой необходимое самое такое минимум как бы брать конечно можно еще там брать там повязки чтобы потом мне этот самый не капал там на этот самый на глаза там не заливал глаза не щипал там вот то есть можно там брать вот как я допустим я бегаю в кепке в обычной кепке то есть нормально козырек надвигаешь на глаза и как бы в своем мире можешь сконцентрироваться на забей вот это то что необходимо потому что допустим вот как люди некоторые бегают берут перчатки с собой ну как бы беспалово не подумайте они берут этому как бы на турнике надо там занимаясь потом взял перчатки а так ну просто вам показать такие перчатки не понимаю люди как-то вот люди как бы бегают и берут такие перчатки зачем это ну честно говоря никакая там нету никакой надобности в таких вот вещах это вот то что как бы есть перед вами это я рекомендую если вы бегаете длинной дистанции и думаете что же как бы минимум какой должен быть необходим вот это вот то что на своем опыте я убедился то я рекомендую вам надеюсь вам чем-то помог на этом обзор будем заканчивать вот еще маленькая реклама в конце вот тоже подумал что будут записывать периодически свои забеги длинные на камеру делиться своими ощущениями во время пробежки вот все как онлайн такой лайф будет съемки то есть и буду выкладывать сеть так что кому интересно заглядывайте на канал смотрите в принципе буду стараться периодически подкидывать новые видео там и делиться своими впечатлениями может и у вас так же как и у меня цель бегать ультра марафоны и в принципе я буду рассказывать своих там видео как и к этой цели иду может это чем-то поможет и вам ну и опять же таки если у вас есть какие-то там советы может быть что-то я забыл для вас это важно было как бы то есть тоже поделитесь с людьми другими со мной поделитесь напишите в комментариях что еще с собой берете меня лично будет интересного как бы потому что я только в этом всем деле скажем так только-только начинаю как бы там разбираться и мне принципе интересны другие мнения потому буду рад вашим комментариям в общем пишите комментарии смотрите видео свидимся на пробежке до новых встреч в эфире